Коррупционные преступления и контроль за проведением государственных и муниципальных закупок. Эти темы сегодня обсудили на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Пожалуй, это дело стало одним из самых резонансных в прошлом году. Бывший начальник отдела транспорта Чебоксар почти год получал взятки от перевозчиков. Судебный процесс идет до сих пор. Это одно из 214 преступлений, выявленных сотрудниками правоохранительных органов в прошлом году. Наибольшее число лиц, совершивших преступления коррупционной направленности, занимали должности в органах местного самоуправления. Так, за 2017 год в суды направлены уголовные дела в отношении 15 лиц, из которых 10 являлись выборными должностями, 3 депутата и 7 глав муниципальных образований. И трое назначаемыми должностями. Два из них руководители местной администрации. Часто коррупционные преступления совершаются в сфере государственных и муниципальных закупок. Для обеспечения прозрачности аукционы проводят в электронном виде. Мы максимально перешли в электронный вид. Поэтому обращаю внимание муниципальных заказчиков. Отдельные муниципальные органы не перешли в электронный вид. Когда конкурс, когда люди, когда комиссия, когда даже в виде записи, по отдельным закупкам мы выявляли эти нарушения, финансовые нарушения. Контролируют прозрачность таких аукционов Минэкономразвитие, Минфин и контрольно-счетная палата. Ведомства совместно проводят проверки. Больше всего нарушений выявили при проверке использования отдельных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета столичному. Было установлено необоснованное признание победителем ООО «Автодор» по итогам электронного аукциона, по реконструкции набережной, третий этап, а также нарушение порядка рассмотрения и оценки заявок и, соответственно, неправомерное признание ООО «Автодор» победителем открытого конкурса по рекультивации санкционированной свалки твердых коммунальных отходов. Результаты всех проведенных проверок направлены в прокуратуру республики. Сотрудники столичных управления ЖКХ и Центра организации покупок привлечены к административной ответственности. На заседании обсудили работу, проделанную другими ведомствами. Глава Чуваши Михаил Игнатьев напомнил, республика находится в числе пилотных регионов по противодействию коррупции. Полученный опыт перенимают и другие субъекты. Совместную работу необходимо усилить.